Нью-Дели, столица Индии. Недавно ООН назвала этот город вторым по численности населения в мире после Токио. При этом, как отмечают эксперты, мегаполис буквально трещит по швам. В Нью-Дели проживают 25 миллионов человек. Это больше, чем во всей Австралии. Всё больше людей переезжают сюда из сельской местности. При этом, по мнению экспертов ООН, власти не прилагают достаточные усилия, чтобы обеспечить базовые потребности быстрорастущего населения, такие как образование, здравоохранение, жильё, инфраструктура, транспорт, электроэнергия и занятость. И эта проблема становится всё более критичной. «Большинство городов сталкивается с необходимостью планирования и управления урбанизацией, будь то сферы образования, здравоохранения, занятости и прочее. В основном это планирование, и оно тесно связано с санитарным вопросом и образованием». Окрестности Нью-Дели продолжают обрастать трущобами. При этом для низших слоёв общества существуют большие проблемы с поставками воды и электроэнергии. Не хватает больниц, качественного образования и здоровой пищи. По мнению специалистов, ограничить количество мигрантов практически невозможно. Но власти могут более равномерно распределять доступ к базовым потребностям среди разных слоёв населения. «Нужно принимать во внимание канализацию, систему водоснабжения, электроснабжения. То, предоставляется ли это, и как делает это правительство. Правительство должно убедиться, что это предоставляется разным слоям общества». В городах живёт более половины семимиллиардного населения Земли, и в последующие три десятилетия их число возрастёт ещё на два с половиной миллиарда. В 1990 году так называемых мегагородов, тех, чьё население превышает 10 миллионов, было всего 10. Сейчас их уже 28. Среди них – Токио, Дели, Шанхай, Мехико и Сан-Паулу. К слову, в Токио проживают 38 миллионов человек. Специалисты говорят, один из способов снизить нагрузку на мегаполисы – это развивать маленькие города. «Вы видите, что много людей из сельской местности мигрируют в города. И это происходит не только в Дели, но, конечно же, и в Мумбаи, и в Бангалоре. Эта проблема есть во всех крупных городах. Поэтому важно децентрализовать весь этот процесс и развивать также и другие города, менее крупные. Небольшие столицы штатов, такие как Райпур, Индор, Ранчи – их нужно развивать одновременно». Гумати Бодра также добавила, что людей из бедных слоёв населения нужно обучать способам контроля рождаемости и планирования семьи. Рост населения также негативно сказывается и на состоянии окружающей среды. «Хотелось бы, чтобы власти отнеслись к этому очень серьёзно. Это очень острая проблема как для жителей Дели, так и для всей Индии. С одной стороны, мы говорим об индийской пышной растительности и сравниваем её с китайским Шанхаем. А с другой – из-за количества населения вся наша система рушится». По оценкам экспертов, если не будут приняты меры, то к 2050 году Индия по численности населения перегонит Китай, и в её городах будут проживать 404 миллиона человек. В целом, больше трети прироста всего населения земного шара придётся на Индию, Китай и Нигерию.